Рождественское новогоднее время И вам рекомендую, там есть классные идеи подарков, там есть классные рецепты, маникюры, макияжи, а также целый плейлист влогмусов. Все это вы найдете по ссылкам в описании. Сегодня я хочу вам рассказать про фильмы. Если вы не смотрели мой первый влогмус, очень зря. Я там рассказала вам про адвент. В этом году я сделала адвент по фильмам. Это, наверное, мое самое лучшее и гениальное решение за весь год. Я сейчас не ломаю голову, чтобы посмотреть, выписала себе туда все рождественские новогодние фильмы, которые я скачала в прошлые годы. Поэтому мне было нетрудно сегодня собрать для вас небольшую подборку. Первый фильм, про который хочу вам рассказать, это будет «Рождество с неудачниками». Такой жизненный, очень классный фильм, комедия, семейная комедия. Это история о супружеской паре, которая решает, раз их дочь не приедет в этом году на Рождество, то отменим все празднование и уедем в какой-нибудь классный круиз. Все организовали, и тут звонит дочь и говорит, дорогие родители, я приезжаю, я передумала, ждите, через два дня буду или завтра буду. И им за день, за сутки надо сделать то, что они делали за месяц до Рождества, обычно каждый год. И, конечно же, они наломали кучу дров, когда отказывали всем, приняв решение, что отправиться в круиз, и эти дрова им надо было срочно склеивать. Очень смешная комедия, рекомендую вам по просмотру. Второй фильм, не менее смешной, это «Добро пожаловать» или «Соседям вход воспрещен». Здесь у нас противостояние двух семей. Одна из семей пытается провести Рождество тихо, уютно, в семейном кругу, а вторая хочет выделиться, чтобы из космоса был виден их елку, их дом. И на почве этого они сталкиваются, потому что одни соседи хотят тишины, другие хотят устроить мега-крутую вечеринку и засветить весь район светом своих гирлянд. Они пытаются друг другу сделать подлянку как-то неосознанно. Они неосознанно соревнуются, и от этого очень смешно. Дух Рождества просто нереальный в этом фильме, так и прет это рождественское настроение. Поэтому если вы еще не заряжены, то именно «Добро пожаловать» или «Соседям вход воспрещен» в ваш вариант. Здесь будет мультфильм. Все мы любим мультфильмы. Поэтому рекомендую вам посмотреть мультфильм «Гринч». Он мне понравился немного меньше, чем фильм. Вообще фильм «Гринч. Похититель Рождества» – это мой самый любимый фильм на Новый год, на Рождество. Тоже его пересматриваю на протяжении стольки лет, сколько вот себя помню. Мультфильм чуть более добрый. Это красивая анимация, эти праздничные рождественские песни, которые плывут хором. Этот «Кто город» красивый, елка огромная, все эти игрушки. Конечно же, здесь без заряда позитива не обойтись. «Гринч» маленький, такой бука зеленый, такой ню-ню-ню. Его озвучивает Бенедикт Камбербэтч в оригинале. Очень прикольный мультфильм. Можно посмотреть как на английском языке, так и на русском. Думаю, что вы оцените. Но я думаю, что историю Гринча знают все. Это существо, которое ненавидит Рождество и пытается испортить настроение всем, кто причастен. Он каждый год, каждый год, вот в этот вот период Рождества, Сочельника, подготовки к Рождеству, пытается нагадить как можно большему количеству людей. Ну и «Вишенка на торте» – это, конечно же, сам Сочельник, когда он пытается похитить елки, игрушки, вот это вот, вот это вот все. Фильм, который я посмотрела вчера, и мне он очень понравился, это «Рождественская пятерка». Я вообще не встречала никогда даже такое название, когда вижу слово «Рождество», я стараюсь скачивать эти фильмы на будущее себе посмотреть. И вот в прошлом году, уже в конце всей этой рождественской суеты, я скачала себе этот фильм, и как же я удивилась, почему я его не видела раньше. Это интересная, неизбитая история про собак. «Рождественская пятерка» – это именно собаки. История Санта-Клауса, который не как обычно и стандартно, знаете, решает проблемы, суетится, читает списки подарков и многое другое. А ему в этом помогает собака – Санта-Лапус. И вот у него есть наследник, который не хочет принимать, так скажем, «Рождественский престол» и сбегает с Северного полюса. Там есть такая сосулька, которая тает от того, что люди перестают верить в волшебство. Ой, ну натворил он, делал в этом фильме, он познакомился так. Вообще, на побег его смотивировало то, что он увидел бутуза. Бутуза – это маленькая собачка, которая съела в прошлое Рождество индейку, которая предназначалась огромной семье. Из-за этого он попал в список плохих собак, и ему ничего не подарят в этом году. И чтобы он исправился, младший Санта-Лапус отправляется на его поиски. Классный, необычный фильм, ну и как обычно, с духом Рождества, прекрасный. Если любите такие фильмы с собаками, что-то типа Бетховена, то вам понравится. Также фильм, который выпал мне недавно, я его пересматриваю с огромным удовольствием уже второй год подряд, это «Интуиция». Это уже фильм для людей постарше, и он такой более романтичный, что ли, подойдет именно девочкам-романтикам. Ну, мальчики практически не смотрят такие фильмы. История двух людей, которые встречаются в магазине в самый последний момент перед Рождеством, и взяли один и тот же товар. Они решают это посредством знаков. Главная героиня очень верит в знаки, и, собственно, поэтому называется фильм «Интуиция», она постоянно полагается именно на нее. В начале фильма они расходятся, оставляя друг другу небольшие знаки. Она пишет свой номер в книге и продает ее букинисту, а он пишет свой номер на 5-долларовой купюре и расплачивается ей. Несколько лет спустя не отпускает их эта ситуация, они друг друга, они постоянно думают о друг друге, и начинают друг друга искать, полагаться на знаки. Классный, интересный, романтичный фильм. Самый первый фильм, который я посмотрела в этом году, это «Письма к Эм». Почему я хочу вам порекомендовать его? Если вы любите фильмы «Елки», «С Новым годом, мамы», такие отечественные, современные более фильмы, то этот вам понравится. Это польский фильм, и это что-то наподобие именно «Елок». Здесь 5 линий, 5 разных историй. Я его сюда включила, потому что мне понравился. Сначала я несколько негодовала, смотрела и думала, что происходит, почему такой плохой перевод, что за линии странные какие-то. А уже к середине фильма я смотрела, затаив дыхание. Очень мне было интересно, чем это все закончится. И, конечно же, когда я ставила оценку на кинопоиске, я увидела, что есть вторая и третья часть, которые будут обязательно мной посмотрены. Они меня зацепили. Буду смотреть следующие 2 фильма, о которых я вам расскажу. Это будут такие рядовые ТВ-фильмы. Они сняты не для кинотеатра, а именно чтобы их показывали по телевизору. Они не новые, но и не старые. Такие 11-й год, примерно 9-й. Первый из них – это «Анялина Рождество». Здесь у нас главная героиня Али. Работает в рекламном агентстве. И по стечению обстоятельств она проваливает дело, за что была уволена с работы. Ей друзья помогают найти новую работу. Она отправляется на собеседование, успешно его проходит, радуется. И тут ей говорят, а я вас беру, няли, для своих детей. Глава компании – очень странная женщина со своими правилами. И она взяла Али только на должность няни. Девушка очень поражается, как дети проживают свое детство. И, конечно же, приносит свою рождественскую нотку в эту семью. Ну, это тоже такой романтический немножко фильм. Там есть любовная история. Мне кажется, не существует фильмов без любовных историй. Потому что любовь – это вообще самое лучшее, что есть в жизни. И продолжаем про фильм. Тоже не без новогоднего чуда, но это такое более приземленное, более реалистичное чудо. Если вам не хочется магического чего-то, то, думаю, что вот этот фильм вы оцените. Он без особого волшебства. А второй фильм – это «Корона Рождествов». Он тоже идет из разряда ТВ, рядовые. Он тоже не про магию, не про волшебство. А именно просто про красивое Рождество, что случаются чудеса. Но это, опять же, не магическое чудо. Это больше такой подарок судьбы, что ли. Рассказывает нам фильм о девушке, которая работает горничной, и знакомится с молодым человеком. Буквально пятиминутное знакомство. Отправляется делать свою работу, у нее происходит конфуз. Ее увольняют с работы. Семья нужно кормить. И ей поступает очень интересное предложение отправиться на другое полушарие, в королевскую семью, где быть гувернанткой девочки. Девочка, конечно, оторва, пакостит. Такая интересная история, типа «Двой я и мой день». Вот такое, когда пытаются выжить мачеху, выжить невестку. Ну и, конечно, много Рождества. Ну и последний, девятый фильм, о котором я вам сегодня расскажу, это «Рождественские хроники». Это относительно новый фильм, по-моему, даже от Netflix. Такая интересная история про двух детей, которые остаются без отца, мама постоянно на работе. Как обычно это бывает, младшая девочка в семье больше всего верит в рождественское чудо, и она пытается растормошить брата. И тут они видят, как Санта-Клаус забирается в соседний дом. Они увидели эти сани, залезли туда. И тут начинаются приключения. Они теряют сани, они теряют подарки, они начинают все это искать. Санта-Клаусу никто не верит, что он Санта-Клаус, даже несмотря на то, что он использует свою магию в разговоре с людьми. Они думают, что он сумасшедший. Очень такая современная, интересная история тоже поможет вам вскрасить какой-нибудь декабрьский вечерочек. На сегодня это все. Я надеюсь, вам понравился данный ролик. Если это так, не забывайте оценить его. Желаю вам приобрести уже это новогоднее настроение и поднимать его другим, так как это делаю я. С вами была Кристина. Не забывайте подписаться на канал, поставить колокольчик, оценить видео пальцами вверх-вниз, как вы пожелаете. И всего вам хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok